Ее помнят и знают во всех образовательных учреждениях Одинцовского района. Их двери всегда открыты для ветерана педагогического труда. На этот раз Гильду Александровну с нетерпением ждали в Старогородковской школе. Я считаю решение главы района правильным, чтобы выдвинуть такого опытного человека, который более 20 лет проработал начальником управления образования района и который еще полон сил и энергии. Коллеги поделились редкими воспоминаниями о совместной работе с Гильдой Бот. А совсем молодые специалисты попросили ее рассказать о своем профессиональном опыте. У меня больше других намерений не было. Если бы я не поступила, ну если бы, история не имеет, если бы, значит так было мне суждено. Не обошлось и без пары фраз на родном языке Гильды Бот, немецком. Много лет она преподавала его для учеников. Немецкий язык у меня первый язык, но хотя я преподаю английский. Я говорю, что язык, если на нем не говорят. Во время теплой встречи вспомнили и о Старогородковской спортивной школе, воспитавшей немало чемпионов. Если нет поддержки руководства района, хоть ты не только семи, а семидесяти пяти будь, ничего из этого не получится. Поэтому идея открыть здесь спортивную школу принадлежала руководству района. Еще одну школу, с которой связано много рабочих моментов, Гильдобот посетила в Чистцах. Ты говорил, что я пришел закрывать эту школу, это прошло, и понравилось. Кто бы не пытался закрыть, ни в коем случае. В свою очередь, старшеклассники Чистцовской школы получили несколько ценных советов на будущее. Три правила Гильды Бот. Три правила. Первое правило. Вот если любишь детей, иди в школу. Если ты выбрал эту должность и свою профессию, то тогда ты должен досконально изучить тот предмет, которым ты посвятишь свою жизнь и будешь учить детей. Это второе. И третье правило. Быть всегда справедливым. Она внесла неоценимый вклад в систему образования муниципалитета. Гильду Александровну уважают и чтут не только в нашем районе, но и в Московской области. Анна Пряхина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».